Айсулу Тенебекова провела мастер-класс для девушек-борцов в США. Эркин Салумбеков перечислил 100 миллионов сомов на счет ГКМБ. В Бишкеке мужчина снял с чужой машины колеса и установил на свою. Оставайтесь с нами, чтобы узнать подробности в сегодняшнем выпуске. Двухкратная чемпионка мира и призер Олимпийских игр в Токио по борьбе Айсулу Тенебекова провела мастер-класс для девушек в США. Об этом она написала в Facebook. По ее словам, мастер-класс проводился для девушек организации Rest Like a Girl, Борис как девочка, которая занимается развитием лидерских качеств у спортсменок в борьбе. Как признается Айсулу, она очень сильно волновалась, но эти милые девушки приняли ее с теплотой и поддержкой. Также она искренне пожелала им достичь высоких результатов и раскрыть свой потенциал. Отметим, в настоящее время Тенебекова проводит тренировки в США, где параллельно проводят встречу с отечественниками. Многие пользователи интернета оставили восхищенные комментарии. Кто-то даже отметил, что давать мастер-класс на родине вольной борьбы – это признание. Другие пользователи поблагодарили ее за то, что она прославляет нашу страну по всему миру. Хотя могла бы за большие деньги выступать под чужим флагом, как это делают другие отечественные спортсмены. Я все, я ухожу и меня больше ничего не связывает с Кыргызстаном, только как паспорт. Один из подозреваемых по делу о коррупции в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции возместил 100 миллионов сомов ущерба. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ. Деньги есть. В ходе следствия подозреваемым С.Э. были внесены на депозитный счет ГКНБ 100 миллионов сомов в качестве предварительного обеспечения возмещения ущерба, полный размер которого будет установлен по результатам проверки. С учетом чего Первомайским районным судом Бишкека в отношении него была изменена мера пресечения на подписку о невыезде, говорится в сообщении. А что так можно было, что ли? Напомним, ранее ГКНБ были выявлены должностные лица и компании, которые, по версии следствия, создали искусственные барьеры для беспрепятственного вывоза сельскохозяйственной продукции за пределы страны. В рамках расследования были задержаны должностные лица Минсельхоза, в том числе замминистра Ильич Марсбекулу, представители логистической компании, а также директор рынка Дордоидыкан Эркин Солымбеков. Как ни странно, но упомянутые в сообщении ГКНБ инициалы S.E подходят именно Эркину Солымбекову. Совпадение? Не думаю. В Бишкеке задержан мужчина, которого подозревают в краже автомобильных колес, сообщила пресс-служба УВД Октябрьского района. Ля ты крыса! 30 октября в милицию поступило заявление о том, что ночью с машины Honda Fit, припаркованной на улице Ташкумырской, неизвестные сняли 4 колеса. Было начато досудебное производство. В итоге задержали 26-летнего подозреваемого. По версии следствия, он установил похищенные колеса на свою Мазда Демио. Злоумышленник использовал ворованные колеса более двух недель. Турец, пацан, к успеху шел. Не получилось, не фортануло. Украденное вернули заявителю. Задержанного подозревают причастности как минимум к четырем аналогичным преступлениям. Я ворон! На этом все. Не забудьте подписаться и оставить свои комментарии. Это будет, как всегда, кстати. Субтитры создавал DimaTorzok